Всем мир и добра! Меня зовут Саида и вы на канале Домашний Очаг. Сегодня приготовим очень вкусный баклажан и корейский салат на зиму. Это очень вкусно, очень быстро и как всегда по-домашнему. Все очень просто. Если у вас есть какие-то домашние вкусные любимые рецепты, напишите мне обязательно в комментариях. Я приготовлю это на видео и может ваши рецепты станут моими домашними любимыми рецептами. Всем спасибо! Давайте начнем готовить. Готовим салат баклажанный на зиму корейский. Для этого нам потребуется 2 килограмма баклажан, полкилограмма перца болгарского, я взяла полу горький или полуострый, вот такой вот, потому что я думаю, чтобы немножко было поострее, полкилограмма морковки, пучок кинзы или укропа любой зелени и 2 головки чеснока. Также у нас сюда будут идти, в этот салат будут идти специи. Это красный перец молотый, это кориандр молотый, это соль, это уксус и масло растительное, сахар. Но я потом все пропорции я напишу под видео, весь рецепт будет под видео. Что мы сейчас делаем? Мы берем наши баклажаны, просто нарезаем их, Укладываем наши баклажаны, мы будем их парить, ставим на огонь, то есть набрали воду в мантыжницу и с момента закипания парим около 10 минут. Так же они у нас будут еще стерилизоваться, так что пока 10 минут будут париться. Сейчас морковку натираем на терке соломкой и так же перец нарезаем соломкой. Нарезала я болгарский перец, вот видите, соломкой, вот так вот. То есть полу горький, не болгарский, полу горький перец у меня. Вы можете взять болгарский, пол килограмма перца, пол килограмма морковки. Морковку вот настругала на такие вот, на такую соломку. Что мы делаем? Мы добавляем сюда столовую ложку соли. И все это хорошо перемешаем. Чтобы морковочка дала нам сок, посолилась хорошо вместе с перцем. И пока наши баклажаны готовятся, вот эта наша красота, она будет солиться и отдыхать. Не надо жамкать ее, вот так вот прям не надо. Просто аккуратненько так хорошо перемешиваем, чтобы морковка вся посолилась. Здесь у нас уже вода закипела, кипит 5 минут. Что я делаю? Чтобы они у меня равномерно пропарились, я просто переверну. Переверну. То есть верхний отправлю вниз, а нижний наверх. Вот так, оп. Видите? Ой, они уже разварились. Нужно срочно переворачивать. Все, перевернули. Все, ждем еще 5 минут и все. Прошло у нас 5 минут. Как проверить, баклажаны готовы или нет? Вытыкайте их, и они мягкие, они не жесткие. Вот они прям мягкие. Все, нам достаточно. Выключаем, убираем в чашку, чтобы они остыли немного. Вот я убрала их в чашку. Пусть они остынут. Видите, как вам ваш пар идет? Они форму держат, но при этом они пластичные. Видите такие? О, вот такие вот они. Пусть они остывают у нас. Что мы делаем? Здесь мы... Сюда. Здесь я нарубила зелень и нарубила чеснок. Если вам не нравится чеснок именно такой вот крупинками, сейчас я вам покажу. Видите, я его нарубила. Потому что в баклажанных салатах, ну вот вообще в салатах должен чувствоваться такой легкий чесночный вкус. Я его не через чеснокодавку. Я его просто нарубила ножом. Если вам лень, не хотите просто, можете дольками нарезать, имеется в виду чеснок. Если вам вообще не нравится, возьмите через чеснокодавку. Тоже можно. Продавить. Сейчас баклажаны у нас остынут. И будем сюда закладывать наши баклажаны и мешать со специями. Все. Берем наши баклажаны. Они уже остыли. Просто пополам. Если короткие, то их сразу выкладывайте. Вот видите, вот такие. Сразу выкладывайте. Баклажаны нарезали. Добавляем туда 200 мл растительного масла без запаха. Три столовые ложки сахара. Соли. Еще одна чайная. Ой, столовая ложка. Получается две. Мы же еще в морковку добавили. Чайная ложка красного перца. Добавлю полторы. Чайная ложка черного перца без горки. И две чайные ложки кориандра с горкой молотого. Также у нас идет уксусная эссенция. Три чайные ложки. Раз. Два. Три. Но вы можете все, все специи, все это вы можете регулировать сами. Я как делаю? И все перемешиваем хорошо. Я как делаю? Я сперва сделаю пол порции. И посмотрю, и всегда смотрю по вкусу. Да, если мне все это устраивает, я уже делаю это. Если что-то меня не устраивает, я добавляю специи по-своему. Что мне нравится, что убрать, что прибавить. Так что за это не переживайте. Все делайте по вкусу. Сейчас хорошо мы вот так перемешаем. Не жмякаем, а хорошенько перемешиваем, чтобы уксус, соль, все специи перемешались между собой. Посмотрите, какой он уже красивый, вкусный салат. И пробую морковку нашу. Так она по вкусу у нас. Сейчас немножко постоит, минут 5. И потом попробую. Как соль, как что. Баклажаны пока они у нас еще не готовы, будут стерилизоваться. Так что пробую морковку. Перемешали. Попробовали. Я добавила еще столовую ложку сахара. Что я хочу сказать по соли. Когда я первый раз делала, по рецепту идет 3 чайные ложки соли. Но соль у всех разная. Бывает более такая вот не очень соленая. Бывает прям такая ядерно соленая. Так как всегда, смотрите на свою соль. Пробуйте. Сперва немножко добавьте. Полторы столовые ложки или столовую ложку добавьте. И потом посмотрите. Потому что соль у всех разная. Банки я помыла. Все это хорошо еще раз перемешаю. И будем выкладывать. Банки я не стерилизую. Просто внутри вытерла хорошо насухо. И закладываем. Вот так вот баночку заполняем. Ободочек сейчас вытерем. И все. Получилось у меня 3 баночки. Я вот эти ободки вытираю. Обязательно. Три банки. И вот одна. Вот видите, литровая. Только совсем чуть-чуть. Вот. Я ее буду отдельно стерилизовать. Закрываем крышками. Просто закрываю. Не закручиваю. Просто закрываю. Вот так накрываю. Ставим сейчас. Банки я стерилизовала. Ой, крышки. Сейчас ставим в казан. На дно казана постелила я полотенчиком. И заливаю теплой водичкой. Заполнила я водичку. Вот видите. У плечики. Поставила на огонь. Как закипит, накрываем крышкой на медленный огонь. Пусть чуть-чуть подкипает 20 минут. Я так всегда. Вот маленькая наша баночка. Здесь я тоже налила. Но я ее под крышку не смогу. Я налила. Вот так вот. Видите? На половину. И минут тоже 20 буду стерилизовать. Все. Здесь уже закипает. Засекаю время. 20 минут. И будем. Ну, 20 минут будем стерилизовать. Вот так вот медленно кипит. Видите? Подкипает. Закрываем крышкой. Главное, чтобы кипело. Чуть-чуть еще больше сделаю газик. Чуть-чуть прям. 20 минут будем вот так вот под крышкой стерилизовать. Прошло 20 минут. Закрываем. И под ключ. Вот наши баночки. Закрутила я их. Сейчас я их переверну. И под теплое одеяло. Уберу до полного остывания. Эту баночку мы сейчас это покушаем. Вот такой вот салат у нас получился в итоге. Это я сейчас уберу под баночки. Ой, под плед. Закрою их до полного остывания. Уже будем кушать это зимой. Ну, вот такой. Посмотрите, какой он вкусный, аппетитный салат получается. Готовится очень просто, быстро, как всегда по домашнему. Если вам нравятся домашние рецепты, если вам нравится наш канал, не забудьте подписаться, поставить лайк, написать комментарий. И поделиться нашим видео в соцсетях или с родными и близкими. Всем спасибо. Всем пока.